Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, в эфире Час Ислама на телеканале ННТ. С вами сегодня студия, как всегда, я, Гусейн Гусейнов. Сегодня у нас, скажем так, экстренный выпуск своего рода. Я думаю, вы догадываетесь, почему. Почему? Все дело в том, что месяц Рамазан вот-вот уже наступает, буквально завтра, послезавтра. Вот об этом мы и поговорим. В какой день наступает начало месяца Рамазан и кто прав. Потому что каждый год возникает множество споров о том, когда все-таки начало поста в благословенный месяц Рамазан. Сегодня у нас в гостях Абдул-Карим Магомедов, имам центральной жимой мечети города Буйнакс. Ассаламу алейкум, Абдул-Карим Хажи. Спасибо, что к нам приехали. Ну, прежде мы начнем разговор на эту тему. Вообще, что значит месяц Рамазан для каждого мусульманина? Вы как считаете? Абдул-Карим Магомедов, ассаламу алейкум. Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, первым долгом хотелось бы, конечно, поздравить с наступающим месяцем, благодатным месяцем, месяц Рамазан. Месяц добра, месяц творения хороших дел, месяц покаяния, месяц читения Кур'ана, месяц читения салавата, месяц упоминания Всевышнего Аллаха. Одним словом, все то, что хорошее, все то, что доброе, все собрано в месяц Рамазан. И поэтому не зря пророк, салаллаху алейкум, с наступления месяца Ражаба, делал такой дуа. Аллаху мабарик лана фи Ражаба ва Шабана ва Балигна Рамазана. О Аллах, делайте благодать в месяце Ражаб и в месяце Шабан и дай нам дожить до наступления месяца Рамазан. И поэтому есть хадис пророка, салаллаху алейкум, где говорит следующее, тот, кто будет обрадоваться с наступления месяца Рамазан, то его тело для ада будет делать запретным. И поэтому с месяцем Рамазан, можно сказать, связано у мусульман все составляющее. Его ждут, и поэтому наши предки, наши благодатные имами, праведные наши салаваны салихины, что говорили про этого месяца? Они после того, как закончился месяц Рамазан, в течение полугода они просили, чтобы Всевышний Аллах принял их пост. Уже как и с течением полгода, уже последующие еще полгода они просили, чтобы они дожили, остались до наступления следующего месяца Рамазан. Потому что месяц Рамазан, оно все хорошее переумножается, врата рая открываются, врата ада закрываются, и все шайтаны заковываются железными цепями, и у них не бывает допуск, доступ к нам. Да, вот, делать то, что они делали до месяца Рамазан. Поэтому у людей больше появляется возможность, многие удивляются, вот я почему-то другие месяцы не мог по ночам вставать, не мог держать урозу, не мог, имеется в виду, отрекаться от харама и так далее. Сейчас очень, очень хорошо даже удается. Почему? Потому что Всевышний Аллах сделал такое, вложил в месяц Рамазан, что заковывал этих шайтанов, которые нас наушат все плохое, собираются сбивать нас с правильной пути, их заковывать железными цепями, у них не бывает доступа к нам. И поэтому все удается. Можно перечислять по этому, и поэтому люди ждут, и не дождаются, и поэтому с охотой встречаются в месяц Рамазан. Не самое сладкое время для шайтанов, конечно. Да, да, да. Ну, в Буйнакске вообще, как атмосфера в городе меняется с наступлением месяца Рамазана из года? Вы как замечаете? Мечети, может, больше людей посещают на обычные намазы. Вот какая атмосфера в городе становится с наступлением месяца Рамазана? Я бы, Буйнакске, не видели бы его, потому что общий, что Буйнакск, что город, что весь Дагестан, она как большой город у нас получается. Общая атмосфера с наступлением уже перед наступлением месяца Рамазана изменяется лучшему. Люди готовятся, уборками занимаются, делают таубу. Кто-то возмещает урозу до наступления месяца Рамазана, кто-то выплачивает закат, кто-то ходит к тому, кто до сих пор находился в ссоре, просит прощения. Они с целью, чтобы у них не было такого, чтобы что-то мог отвлекать их от служения в месяц Рамазан и мечетах побольше, чем уже с приближением месяца Рамазан. Уже видно, что больше и больше людей на всех намазах и посещениях у людей больше появляются, потому что они с этим охотой, с этим инициативизмом встречают этот месяц Рамазан. Да, конечно, атмосфера действительно во всем Дагестане, она преображается и облагораживается, скажем так. Ну, перейдем, наверное, к нашей непосредственно теме, потому что сейчас главная тема вообще в Дагестане, когда все-таки первый день месяца Рамазан, когда нужно поститься. Вообще, как в шариате предусмотрено в исламе определение начала месяца Рамазан, как определяют вот этот первый день? Это вопрос самый болезненный. Многие, к сожалению, наши не алими, так скажем, да, обычная масса людей очень неправильно понимают позиции ислама, позиции шариата по поводу этому вопросу, потому что это вопрос открытый, это вопрос очень широкий, нет в узких рамках, что вот так или так дано право каждому выбрать из этих людей. Вот что вот до сих пор мы каждый год уже практикуемся, собираемся алими, бывают очень большие дискуссии над этим темом. Дискуссии, это не споры, так скажем, да, это дискуссии, которые разрешены шариатом найти выход из положения, потому что там есть очень много выборов, есть, которые достоверны, сахих называется, мутамад называется, есть, которые слабые стороны, вот вокруг чего сплотиться мусульман, как выйти из этого положения, если какую дорогу взять, вот выбрать для себя, да, вот сплотиться вокруг этого мусульмана, вот что выбрать, потому что и для каждого вопроса есть свои решения. Вот поэтому вот мы дагестанцы, большинство процентов 95, наверное, да, так скажем, если и даже если не 98, шафиити, то есть люди, которые следуют за массой имама шафии, рахимахуллах. И поэтому есть определенные критерии, которые нам указывают, как мы должны начинать первый день месяца рамадан. И как? Да. Первое, это значит, увидев луну. Первое, увидев луну, следуя за достоверным хадисом пророка, саллаллаху алейху асалам, который передают имаму Бухари и мусульмам, вы говорите, держите, поститесь, увидев луну, и открывайте, говорят, увидев луну. То есть невооруженным взглядом. Да, невооруженным, это скажем, да, вот. И если будет такое, что не увидев луну, имеется пасмурно будет, то, что будет, то, говорят, это второе, уже, да, вот, шаба на 30 дней, говорят, держите, и следующий день будет, говорят, первый день месяца рамадан. Первый день месяца рамадан. Здесь идут споры, вот как мы должны увидеть луну. Бывает человек, который очень хорошее зрение, через что сильный, если этот человек увидев луну, тоже не считается. Луну должен увидеть человек с средним зрением, своими невооруженными глазами, то есть через бинокли, там, через микро, этот, определенные какие-то камеры и так далее. Вот, если через этих увидев, тоже не считается, тоже не считается. Ну, сейчас мы знаем, допустим, весь мир, и Саудовская Аравия, наши братья, и Саудовская Аравия, и Москва. Очень много стран в мусульманских объявили, что начало месяца рамадана приходится на шестое число, то есть на завтра. С чего они исходили, да? Да, вот, они это объявили в виде луны, они увидели луну, так сказали, или они не видели луну, или основывались на чем-то еще. Вот, очень, да, хороший вопрос, очень серьезный, актуальный вопрос, который сейчас, в данный момент, это у нас повестки дня. Вот, например, вот остальные, вот, все три мазхаби, имам Абу-Мазхаб, имам Абу-Ханифа-Мазхаб, имам Малик-Мазхаб, имам Ахмад, все они говорят, если появилось новое луне, если они будут посмотреть через бинокль, или через какие-то там микроскопические, имеется в виду аппаратуру, То есть используют современные технологии? Если они увидят луну, этого им хватает, этого им хватает. То есть, другим мазхабам, которых у нас в Дагестане практически нет? Практически, ну, где-то процентов 2-3 есть на ханафийском мазхабе, остальные мазхабы у нас нету. Вот, а имам Абу-Ханифа-Мазхаб, средиазиатские республики, имам Ахмад, вот, это арабские полуостровы, вот, вот, имам Малик-Мазхаб, Тунис, Аль-Джир, вот эти, африканские республики, вот они все, им хватает, если есть луна, и она увидит любыми способами. Поэтому, следуя за ним, следуя за этим, они, у них есть возможность, по нормам шариата, сегодня объявить, иметь в виду, что завтра, первый день месяца Рамазана. Хорошо, но у нас, видите, есть еще календарь, то есть астрономический подсчет, который уже из года в год, ну, планеты, они идут своим чередом, да, и они не меняют своей траектории, это уже годами, веками выявленная система. И в календаре у нас указано, такого-то числа он, вот, такого-то числа у нас заканчивается, этот месяц, один месяц, начинается другой. Вот по календарю нельзя нам определять, когда кончается Шабан, начинается, соответственно, месяц Рамазан. По календарю мы не можем ориентироваться, и учитывая, вот, скажем так, астрономический подсчет. По поводу, вот, астрономического подсчета, так скажем, да, понятным языком календарь, или по-другому, вот, на нашем дагестанском языке, Хисаб Ильма, да, вот, так скажем, вот, тоже разрешается. Вопрос задают, можно ли опираться на астрономический, имеете в виду, календарь. Да, вопрос, да, можно. Этому есть подтверждение и Ибун Хаджаре, этому есть подтверждение и Рамли, которые наши достойные книги, которые мы при вынесении Патва, Фетвы, которые опираемся на эти книги, вот, но там указано, если вот этот астрономический, вот этот календарь, имеется в виду, она будет точным. Сейчас, что она точная, имеется в виду, сомнений нет. Нет, потому что все вот эти, и космические, и все вот эти ракеты, и заранее, которые, они определяют, что какого-то дня будет новолуние, какое-то затмение Солнца или затмение Луны и так далее, вот, где-то там, что-то. Она даже вот в секунду, она вот не ошибается. Поэтому достоверности этого астрономического, вот, Хисаб Ильма, сейчас уже здесь вопроса нет. Сомневаться не приходится. Да, сомневаться не приходится. Поэтому по календарю следовать, я должен обладать какими-то знаниями, быть ученым, или я вот просто обычный человек? Тоже хороший вопрос. Вот вопрос задают, но самым достоверным для нас, для шахфейского мозга, считается, увидев Луну, вот, открывать, держать урозу, увидев Луну, открывать урозу. Но есть еще другая, более слабая часть этого вопроса, опираться вот это на календарь. Но человек, который, если верить этому астроному, Хасибу, он имеет право, следуя за ним, для себя держать урозу. Для себя. То есть имеет человек, астроном, сам держать урозу, а также дано шариатам право и тем людям, которые доверяют ему, которые верят ему. Вот это один человек будет, это сто человек будет, это тысяч человек, они для себя, то есть на псаламал по-другому говорят, они имеют право для себя держать урозу. И их пост, следуя за ним, если будем держать, считается действительным. Обычный человек, Хусейн, живу обычной жизнью. И у меня есть календарь. И я не дожидаюсь официального решения ни о Саудовской Аравии, ни от ученых Дагестана или Чечни, неважно откуда. Я просто вот, у меня есть календарь, в котором я не сомневаюсь, я убежден, что такого-то числа начинается месяц Рамазан. И я из года в год для себя делаю вывод, что в этот день я начинаю поститься. Вот просто сам для себя, я согрешил или я ошибся, то есть что, решение какое шариатское относительно моего поста, если я ориентируюсь для себя по календарю. Здесь календарь, календарь разный бывает. Ты должен удостовериться, что вот этот календарь действительно создал именно тот астроном, который на самом деле имеет науку, этот астроном. Если ты в этом убежден, ты полное право имеешь следовать за этим календарем и поститься, уже не ожидая тех решений, тех дат, которые могут объявить там или ином месте. То есть мое решение тогда оказывается правильным. Твой пост считается действительным. Хорошо, Адул-Карим Хаджи. Ну вот я хочу вас спросить, вы как имам с опытом, допустим, вам уже и в Инакске, наверное, не раз приходилось объявлять первый день, и вообще вы видите ситуацию вообще в стране, в мусульманском вере. Вы как видите вообще решение, выход из той ситуации, вот объединение мусульман в одном решении, вокруг одного дня. Вот какой выход из, скажем, ситуации, споров, которые возникают постоянно, кто-то один день, вот разница в три дня бывает. Какой вы видите выход из всей этой ситуации? Я вначале уже озвучал, да, вот, дал намек о том, что если где-то в каком-то нашем Дагестане будет три ураза Байрама или три начала, это что допускается, так нам было сказано. Но, к сожалению, люди его неправильно понимают, и поэтому есть актуальность, есть проблема уже созрела, потому что люди не понимают. Итак, люди с слабым иманом, заеб иманом, и так они еле-еле вот держим этих людей, да, вот, прийти к одному мнению. Для него есть рычаг или нет? Для него есть пути из выхода положения или нет? Это есть, конечно. Конечно, есть. Вокруг чего можно сплотиться? Например, по мазхабу имама Шафи, рахимаху Аллах, еще раз, вот, возвращаясь к этому вопросу, разрешается держать уразу тем, где увидели луну, для тех местностей, чтобы эти люди держали уразу. А остальные три мазхабы, имам Абу-Ханифа, имам Малик, имам Ахмад, рахимаху Аллах, они утверждают в своих книгах о том, что если где-нибудь на земле, на земном шаре, в мире, увидели луну, хоть в каком бы месте ни было, следя за ним, любой имеет право держать уразу. Если бы наши алими собрались бы вокруг вот этого вопроса, вот она слабая часть страны, да, вот, для сплочения людей, для объединения людей, вот, для этого выходить с нашего мазхаба и следовать за ним, тоже разрешается. Это разрешимая вещь, вот, найти компромисс между людьми и сплотить их в одно единое ради объединения, ради укрепления их имана, вот, ради их укрепления, имеется в виду, дано, потому что если мы будем следовать за тремя другими мазхабами, они говорят, если в любом на земном шаре, в любом месте, если увидели луну, имеют право следовать за ним, хотя мы даже не увидели в нашей местности, где мы живем, вот, держать уразу. Вот, это было бы, вот, как бы сплочением, вот, это, как один, вот, как единый мир, вот, было бы и один начало уразу, начало вот месяца Рамазана и, конечно, ураза баирян. Ну, из этого вытекает вопрос соответствующий. Сегодня, ну, если, допустим, в Саудовской Аравии раньше у нас не было возможности, ну, заглянем далеко глубоко в прошлое, раньше не было у нас возможности быстро получить информацию, скажем, тогда, допустим, гонцы были, да, пока они добегут до нас, это месяцы пройдут. А сегодня у нас средства массовой информации, у нас различная коммуникация, технологии, и в один миг мы можем информацию получить. И так и происходит. Мы сегодня узнали, что объявили, вот, 6-го числа. Почему сегодня мы не можем последовать, вот, за нашими арабскими братьями из Саудовской Аравии и назначить ту дату, к которой они пришли? Я понял этот вопрос, еще возвращаясь обратно, да, к первому вопросу, если мы будем крепко держаться за мазхаб имама Шафии, и будем крепко держаться за достоверное его му'тамад слово, то это невозможно. 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 Потому что мы должны увидеть луну на том месте, где мы находимся. То есть наш мазхаб полагает твердо вот это решение. Ну, есть слабая сторона, хазхабам, ну, для себя. А теперь, если мы будем следовать за другими треми мазхабами, если будем именно в этом вопросе, ради сплочения, ради маслахата, ради укрепления имана, единства, солидарность, имеется в виду, то тогда вот у нас есть шанс, что мы будем держать один день урозу. Объединиться в округе-то одно дня. Ну, поскольку наши ученые хотят следовать, скажем так, ну, за сильной стороной, не за слабой, и хотят сами лично увидеть луну, сейчас какая-то работа в этом плане проводится, они следят? Да, вот уже одни люди строго за этим исследуют, смотрят, они поднимаются на высокие горы, вот где можно увидеть луну, особенно ясные дни, вот кому-то просят, горы звонят, чтобы они тоже поднимались на горы, чтобы следили за ними. То есть сейчас люди там находятся? Да, естественно, да, люди следят. Ну, мы сейчас видим, что у нас дожди, достаточно пасмурная погода, они могут увидеть луну? Они не могут, конечно, к сожалению, если пасмурная погода, они не могут, если даже есть там хоть луна, вот, и поэтому, что для этого необходимо, они просто делают вот эту ночь, как бы 30-ю ночь шабана, и следующий день уже они как бы считают первым днем месяца Рамадан, вот, чтобы сделать 30-й днем шабана, вот такой последовательность, как месяц Рамадан, следить за луной, она должна идти происходить круглый год, круглый год, не просто вот ждать наступления месяца Рамадан, а начиная с первого же месяца, потому что один друг другу зависимый она. Вот как мы можем определить, что сегодня 30-й день, когда мы не знаем, вот когда было начало месяца шабана. Хорошо, понятно. В принципе, тема нашего сегодняшнего разговора, хотелось бы подвести небольшой итог, вкратце, нашей беседы. Я как это понял, как обычный человек, если я ошибаюсь, пожалуйста, вы поправьте меня. То есть, мы сегодня следуем, почему везде во всем мире объявили шестого, а Дагестан пока не объявил какого числа, то есть, потому что мы, следуя Мазхабу, имама Ашафи, должны увидеть луну. Но из-за того, что пасмурная погода, мы ее сейчас увидеть не можем, поэтому мы ждем. Но если кто-то вдруг для себя решает. И там еще можно добавить и в Дагестане, и в тех государствах, которые находятся в одной параллели. Да, если там, например, в Средноазиатский Казахстан, там Афганистан, вот эти государства, если там где-нибудь увидят луну, это тоже нам хватает объявить завтра, имеется ввиду, в первом месяце Рамазона. Но пока этого не произошло. Да, пока этого не произошло. Хорошо, но если кто-то из дагестанцев для себя решил, следуя решению Саудовской Аравии, и той же Москвы, которые объявили, что шестого числа в понедельник завтра будет Ураза, и для себя решает поститься в этот день, то он имеет на это право, и он будет прав. Он будет, потому что он имеет право только для себя, не для ответвения, не для венесения решения. То есть, кому-то всем сказать, что вот завтра тоже поститесь. Да, 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 вот такого фатвана имеет для себя, вот они имеют право. И Ураза будет считаться действительным. То есть, это значит то, что споров, то есть, причины для споров нет для дагестанцев. То есть, не нужно спорить и обвинять другого, что я сегодня прав, а ты завтра не прав, или я завтра буду прав, а ты сегодня не прав. Вот это очень хорошее заключение, вот пришло к хорошему, вот этому и мы должны людей, вот, например, преподнести этим людям, что разногласия между числами, да, первого, второго дня, это не разногласия в исламе. Это шариатом специально разрешено, вот имея, вот это и есть проявление милости по отношению к нам. Это не ошибка, это нам дано разрешение, это большой рахмат Всевышнего Аллаха, что нам этот вопрос оставили открытым. Это вопрос ответил. Поэтому обычным людям было бы, конечно, не спорить вокруг себя, послушать своих алимов, выносить и следовать за теми, которые, или если хисабом, хисабом, если там так ли дело другими мазхабами, за другими мазхабами, и поэтому каждый имеет для себя, вот сказать, но не спорить вокруг этого вопроса. Вот это основная мысль, основной наш вердикт, скажем так. Если вы для себя решаете поститься завтра, следуя за Саудовской Аравией и за Москвой, то, пожалуйста, поститесь и не обвиняйте других в том, что они не правы. А кто решает ждать, скажем так, официального решения, пожалуйста, ждет и следует, скажем так, за большинством ученых в Дагестане, за решением ученых в Дагестане. На этом мы с вами прощаемся. Пусть Всевышний примет все ваши посты и облегчит вам этот благословенный месяц и даст вам силы совершать больше благих деяний и изменить себя в лучшую сторону. Баркалам, Булкарам Хаджи, за то, что вы пришли. Надеюсь, что наш сегодняшний разговор был пользой для людей. Иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok